На финише дистанции, как настоящие олимпийцы, они без сил падают на снег. Кроме столичных школьников, в соревнованиях по зимнему туризму среди воспитанников коррекционных учреждений на Кубок Мэра Москвы приняли участие команды из Ярославской, Ивановской и Вологодской области, из Башкирии. Очень было страшно спускаться по горке, прям большая такая. Мы одну команду шли, мы друг друга поддерживали, друг другу помогали. Мы же все-таки одна команда. 35 команд, а это более 200 юных спортсменов, не просто прошли лыжную трассу на скорость, но преодолели на ней различные препятствия. Вы сейчас переходите бревно. Когда перейдет один, только потом идет второй. Спортсменов сопровождали и поддерживали многочисленные инструкторы, судьи, волонтеры и болельщики. Но чтобы преодолеть преграды, нужно было самому проявить ловкость и смекалку, победить свой страх. Вот это горка. И вот еще канат. Самотрунная. А так очень клево мне понравилось. Но повторить не хочу. В соревнованиях приняли участие ребята с проблемами слуха, нарушениями опорно-двигательного аппарата, особенностями психического развития. Чтобы независимо от ограничений по здоровью все были в равных условиях, организаторы проложили разные трассы. Они выходят на дистанцию, преодолевают ее. Причем преодолевают все технические этапы. Никаких отказов в преодолении этапов нет. И это очень здорово, на мой взгляд. И стоит этому поучиться у ребят. На разных этапах турнира спортсмены должны были разжечь костер и поставить палатку, показать знания топографии и умение ориентироваться на местности. Соревнования на Кубок мэра Москвы стали кульминацией длительной и увлекательной подготовки к спортивному празднику. Лаборатория путешествий нас приглашает. Мы ходим с детьми в походы и в Карелию, и на хасках катаемся. Детям это все очень нравится. Они с радостью, с удовольствием всегда ездят, все знают. В перерыве соревнований для участников была подготовлена обширная развлекательная программа с играми, шуточными, конкурсами, танцами и хороводами. Бежим, а кроку бежим. А девушки делают. И, конечно, с кашей, блинами и горячим чаем. Так, сначала пробуй пол. Спортивно-туристический праздник был организован благотворительным фондом «Клуб приключения», Центром дополнительного образования детей «Лаборатория путешествий» при поддержке департаментов образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта города Москвы. Независимо от показанного времени, от набранных очков и наград, в этом соревновании победителем стал каждый его участник. Я думаю, что самое важное, что они чувствуют небольшой свой успех. Они чувствуют, что у них что-то получается. И это важно как для ребят из специальных коррекционных школ, так и для любого ребенка из любой школы. Почувствовать то, что он нужен, почувствовать то, что он что-то может, почувствовать какую-то уверенность в своих собственных силах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!